Друзья, представляю вам малогабаритный транзисторный приемник Свирель РП-406. Один из немногих, который обладает дополнительной акустической системой. Всего два года, 1988 и 1989, Оршанский завод «Красный Октябрь» выпускал два похожих радиоприемника. Вот таких миниатюрных радиоприемника под маркой Свирель РП-406 и Свирель РП-306. Приемники практически одинаковые по конструкции схемы. Диапазоны приемников – средние волны, длинные волны. Из активных элементов на плате – микросхема 174Х10 и полевой транзистор КП-303. Больше ни транзисторов, ни микросхем на плате нет. Все остальное – пассивные элементы. И для повышения качества и громкости звучания в комплект радиоприемника входит отдельный акустический блок, который состоит из большего по диаметру и с лучшими электроакустическими параметрами громкоговорителя и отдельного 6-ти вольтового блока питания батарей и внешнего источника. Вместе, в отличие от того, что приемник сам питается от 4,5 вольт. То есть в него вставляются всего три батареечки. Вот такой приемник – свирель РП-406. Продавался вместе с дополнительной колоночкой. Колоночка с отдельным питанием. Также можно ее запитать с помощью батареечек. Для батареи на отсек есть. Но хороша колоночка тем, что можно подавать питание от 6 до 12 вольт. Здесь вот написано 6-12 вольт. Батареек в колоночке у меня нет. К сожалению, дома блока питания нет никакого. Так что отстегиваем приемник. Откладываем колоночку в сторону. Я уже вставил в него батарейки. Вон батареечки стоят. Три штучки больших. И пробуем включить его. Три штучки без антенны или нет. Три штучки без антенны или нет. Увы, приема нет. Увы, приема нет. Увы, приема нет. Только эфирные шумы. Ну давайте попробуем антенну подсоединить в окне. Вот здесь вот есть около ручки отверстие для внешней антенны, а просто кусочек проволоки здесь. О, сразу после морзянка какая-то. Вот, пошла морзяночка в конце диапазона. Вот что-то пытаются. Берение, берение, пошли. Звучит музыка. Увы, ничего. На приеме такого класса, конечно, ничего не поймает сейчас. Завещания нет в этом диапазоне уверенного. Регулятор громкости не трещит. Видите? Все, выключатель срабатывает четко. Вынимаем антенну. А давайте я вам покажу вот еще что. Когда вставляешь в корпус его, в корпус колонки, вот включаешь. Смешно работает. Вот когда вставляешь в разъем колонки, давайте я покажу вот здесь в колонке есть такой разъемчик. Когда вставляешь приемник в этот разъем, соответственно, звук исчезает. И должна заработать полночь. Вот такой вот аппарат. Аккуратный, чистенький. Свирель РП-406. Также здесь есть ручка. Вот так вот нажимаешь эту кнопочку и ручка выстреливает. Вот такая вот ручка. Ручка убирается и застегивается вот на этот замочек. Вот. Нажимаешь и изучок уходит внутрь. Вот так вот. Вот. Сработало. Вот такой вот аппарат. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok